Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Пластинка ТВ. Большое спасибо вам за поддержку, за комментарии под каждым видео. Я рад, что вы с нетерпением ждёте новых частей прохождения, и поэтому я, не останавливаясь, продолжаю проходить третью Сибирию. Давайте загрузимся. Я также думаю, что вы с нетерпением ждёте того, как же яколы смогут перебраться через озеро на другую сторону. И, кстати, меня вот мучает вопрос. Конечно, озёра бывают большие и бывают действительно огромные, типа Байкала того же, например. Но всё-таки, я так понимаю, мы имеем дело не с Байкалом, и если озеро не настолько огромное, то с помощью тех же самых магических волшебных страусов его можно было бы просто обойти кругом. Да, это заняло бы чуть больше времени, но это бы решило бы проблему, не нужно было бы плавать ни на каких кораблях. Как вам такой вариант? Понятное дело, что с помощью корабля это самый быстрый вариант, но яколы тут стоят уже столько времени, они столько времени потеряли, что могли бы как-то придумать какой-нибудь альтернативный маршрут. У них Google Card, конечно, и Яндекс.Карт нет, но тем не менее. Давайте разбираться с этой колымагой-то. Я что-то долго думал в прошлый раз тоже, что с ней делать. Потому что нажатие на эти кнопки ничего не даёт. И мы можем применить какой-то предмет сюда и сюда. Но посадочное гнездо очень похоже на это. Возможно, что идея в том, что нам нужно отковырять вот эту кнопочку и поставить её сюда. Но если отковырять, то это достаточно просто. Нужно... А, четвёрку нажал, друзья, извините. Перепутал с клавишей I инвентаря. Кстати, по правой кнопке мыши не вызывается ли инвентарь? Нет, не вызывается. Правая кнопка мыши — это назад. Соряночь. Соряночь, друзья. Такс. Во! Добрался я до предметов, наконец-то. И чё, Кейт? Кейт, давай, отковыривай его. А, или у нас тут опять замечательный геймплей с двиганием мышки. Но без этого никуда нынче. Ничего не попишешь. Ага, и ножичек она забрала с собой. Это правильно, ножик — вещь незаменимая. Я бы на месте Кейт, правда, раздобыл бы что-нибудь посерьёзнее, чем такой вот столовый нож. Достаточно тупой. Но и это сгодится. Ставим сюда кнопочку. Надеюсь, теперь получится, друзья. Я, правда, с ужасом жду следующей части этой замечательной загадки. Это погрузка угля на сам корабль. Я думаю, что это будет ещё более душно, чем загрузка угля в вагонетку. О, чё, можем двигаться вперёд? О! Друзья, забыл стрелку переключить. Ну, бывает же со мной такое. Задний ход. Сейчас исправим положение. Мне казалось, что в прошлый раз я уже всё перевёл в положение на выход, но, возможно, просто сохранение сбросило все эти мои действия. А ломик Кейт так и будет таскать с собой, да? Её тут нигде нельзя оставить. Еле его брать в бездонный инвентарь. Во! Прекрасно! Мне бы железнодорожником работать. Жаль только, что стрелки сейчас все автоматические. Не нужно ничего переключать вручную. Ну что? Покатили? Трясётся эта наша дрезина как-то весьма странно. Она, кстати, на чём работает-то? На угле тоже? На бензине уже должна, конечно. Или на солярке какой-нибудь скорее. Вот суровая Кейт. занимается суровой мужицкой работой. Ага. Отцепились. Прекрасно. С первой частью миссии мы справились. Да, теперь заставка нам намекает на то, что нам надо бы заняться вот этим краном. Ну, сейчас попробуем. применим на себя все профессии этого городка. Кстати, если корабль перестал курсировать на ту сторону, то я думаю, тут должны были запить и разориться с горя не только капитан, но и, например, какой-нибудь владелец склада, крановщик тот же опять же и прочие люди. Так, как мне к крану-то подойти? А, вот активная точка. А, я уже забыл, какой там код, что-то 0509, что-то типа того, по-моему, да, было? Если я ничего не путаю. Да, все верно. Хорошо, я запомнил. Не пришлось лишний раз открывать инвентарь. Так, где лестница? Ну, около другой ноги. Угу. в таком масштабе просто не сразу разглядишь то, что нужно. Ну, что, мы внутри крана, на самом верху, на верхотуре. И первая наша задача, я так понимаю, это схватить вагонетку с углем. Для этого надо разобраться с управлением, друзья. Так, этой клавишей мы двигаем кран. Двигать нам пока его не нужно. Так, это что? Это ничего. Мы вернем в стандартное положение. Это смена вида. Нет, мне нужен вот этот вид. Вид на склад. Давайте крутить вот эту ручку. прекрасно. Вагонетка как раз стоит вот здесь в тупике. А я это все думал и гадал, как же ее отсюда хватают погрузчикам. Вот так вот. Игра дает ответ на этот вопрос. Хвать! прекрасно. Ну че? Теперь нам надо двигаться к кораблю и это, как я понимаю, не так просто. так, раз проехали, два проехали. Ага, это вперед-назад, а как мне проехать вправо, например? Возможно, нужно, да, перевести вот этот рычаг вперед. переключим вид на корабль, да? Не, не на корабль, а я, по-моему, еще не доехал до открытого отсека для угля, так что надо еще сейчас. А! Ага! Ну, друзья, немножечко потуплю я, вы уж меня простите, я первый раз в жизни за пультом управления краном. Так что, я думаю, мне простительно небольшие затупы. Наверное, в другую сторону надо было поворачивать, дружище. А, хотя и так сойдет. Еще на четверть оборота, пожалуйста. Как же неудобно мышкой крутить все рычаги, вы просто себе не представляете, друзья. Вот вы, наверное, слышите, как я истошно вожу мышкой по коврику в попытках провернуть этот рычаг. Ну, вот, кстати, вот здесь это относительно уместно еще, что мы типа с усилием крутим заржавевший рычаг, так с трудом прям прикладываем все силы, какие у нас только есть. Это выглядит, ну, относительно реалистично. А вот сейчас мы можем кран повернуть? на стол, нет, не можем так повернуться, он только на площадках поворачивается, все понятно. Ну, значит, крутим ручку дальше, что делать. Я хочу повернуть груз в сторону корабля, чтобы он уже там висел. Ну, вот, и еще на четверть оборотика там. О! Меняем вид. Ну, что, можем мы спускать? Идеально, друзья, смотрите, попал с первого раза. Чудеса да и только. Ну, это, на самом деле, полегче. Тут просто соображаешь, куда что едет, и все. А вот с этим отковыриванием кнопки и стуком ломом по трубам это было, конечно, гораздо хуже. Какая же ужасная вода здесь, а? Итак, все готово для заполнения водяного бака. Надо подключить водонапорную башню к парому, а потом залезть туда и вручную включить механизм подачи воды. Э, дружище, мы же так не договаривались, мы договаривались только на уголь. А, ну-ка, бросить жребий, ну-ка, давайте попробуем. Давайте покажите пример. Эй, эй, да вы шутите. Я уже слишком старый моряк, чтобы в акробата играть. Все, все, поняла, сделаю. На-а-а. Когда закончите, возвращайтесь на борт. К отплытию мы еще не скоро будем готовы. Эх, а я-то надеялся, что все обойдется только углем. Но нет, наши мучения только начинаются. Нужно подключать какую-то воду куда-то, я даже не запомнил, что нужно сделать, и потом что-то на водонапорной башне открыть. Что за ужас такой, а? Я-то надеялся, что бросить жребий, что мы реально сейчас какие-нибудь кости кинем, у кого больше выпадет, тот и полезет на эту башню. Ну, ну, почему вот таких вариантов-то не добавили, а, в конце концов? Ну, это ж сильно бы разнообразило игру. Вот такие вот мелкие возможности где-нибудь упростить задачу. Ну, нет, все линейно. Нет, я понимаю, что квест линейная игра вообще, в принципе, по жизни. Но, если уж вы пытаетесь сделать современный геймплей, то нужно его как раз вот в таких моментах делать более современным. Ну, на мой взгляд. Так, труба идет куда-то туда. Погодите, он сказал, что ее там нужно подключить, но я думаю, что Кейджи не пустит воду на палубу. Капитан велел прежде всего подсоединить водозабор на мостике Кристалла. Конечно. Именно. Поэтому спускаемся. Забрались мы сюда слишком рано. У нас есть еще другая работа. Ну, потопали. Интересно, в сегодняшнем видео мы вообще отплывем. Отплыть оказалось не так просто, как я думал. Вообще удивительно, что эта колымага на что-то еще способна, если капитан бросил плавать 20 лет назад, когда случилась катастрофа. Попредставьте себе, что с этим судном должно было стоять за 20 лет. При условии, что его никто вообще не использовал, и оно просто стояло на приколе. Хм. Такс. так, ну, что тут все просто? Опять надо мышку уводить туда-сюда, да? Нет, что-то не совсем просто еще, погодите. О, надо открыть сначала, зажим, потом запихнуть сюда шланг, потом зажать, зажим. Во, чудненько. с этим мы еще в состоянии справиться. Теперь лезем обратно на верхотуру. Нужно дернуть еще один магический рычаг, прежде чем мы сможем покинуть Вальсимбор. Мне вот интересно, каким образом этому забыл фамилию этого чувака, который местный механик, занимается всякими механическими штуками. мы с ним в прошлой части встретились, он нам там все про Юколов, да, про Ганса рассказывал и показывал фильм про эту катастрофу. Какой-то Штайнер, да, как-то так же его зовут. Так вот, мне вот интересно, как он сможет вызволить этого предводителя Юколов-то из этой адской больнички, да еще пронесет туда протез, да поставит этот протез ему. Не представляю, как это возможно. Тем не менее, возможно, все-таки главврач окажется нормальным чуваком и отпустит применит свою власть, свое слово в нужный момент. Такая труба мощная и такая тоненькая вот эта вот веревочка такая. Так, что там у нас за задача написалась? Придите к капитану. Ну, да, окей. Мы только этого и ждем уже сколько времени. Пойдемте. Надеюсь, Юколы без помощи Кейт до корабля смогут дойти. я надеюсь это расстояние они в состоянии преодолеть. Хотелось бы на это надеяться. капитан капитан наверно все так же на мостике. Какой интересный кратчайший путь к нему. Потому что я шел через салон через весь прошлый раз, потом до лестницы на этой вправо, потом наверх. ну я думаю другого пути у меня нет все равно будем ходить так тыкаясь в стены о а нет вот все лестница сработала а то жалоб на эти лестницы было очень и очень много вода залита капитан все в порядке а вы справились нет ключ зажигания от кристалла без него никак нигде не могу его найти подумайте еще раз ключ должен быть где-то здесь о боже вспомнил 20 лет назад когда я вернулся из баранура без автоматонов весь город на меня ополчился понимаете капитан я не очень понимаю в общем я провел всю ночь в таверне вы бы видели в каком состоянии я вернулся на мостик кристалла и и я бросил ключ зажигания в воду я поклялся что никогда больше не выйду на это проклятое озеро черт тебя подери чувак а елки палки ну вот что ты натворил а еще одной задачи у нас прибавилось друзья сейчас нужно будет делать копию этого ключа пресловутого то есть ключ зажигания потерян навсегда да да боюсь что так мне очень жаль кейт но мы застряли опять я все испортил опять должен должен же быть дубликат ключа не знаю штайнер когда заканчивал постройку кристалла дал мне только один я видела макет кристалла у семена штайнера он спроектировал судно да конечно наверное сможет помочь может быть кто знает не корите себя так капитан я решу ключевую проблему как скажете ну кейт то конечно все решит ей же больше всех вообще надо забросить этих юколов на другой берег чтобы превратить их в радиоактивный пепел да ну побежали теперь к штайнеру у нас же больше знакомых в этом городе никаких нету только бармен внучка штайнера сам штайнер вот я правильно вспомнил как его зовут да капитан вот этот больше нам никто помочь то и не смог бы при всем желании как удачно что специалист по различным механизмам в городе один но плохо что с сердцем то у него все не так хорошо как же вы будете здесь без него без господина штайнера друзья выживать о просадочки фпс пошли сорокет даже до 31 раз просела видимо я соглашусь больше больше характерно играм на Unreal Engine вот именно на том движке там Gears of War и вот подобные игры они вот все были в такой какой-то белесо-серой цветовой гамми кейт как идет ваша с капитаном подготовка продвигается но нам нужна помощь вашего деда он здесь он только что уехал в больницу с протезом для курка проводника и уколов а я присматриваю за мастерской может быть я смогу вам помочь о если ты присматриваешь за мастерской то я думаю дело плохо это означает что нам придется самостоятельно делать этот дубликат ну давайте спросим нам нужен дубликат ключа зажигания для кристалла даже не знаю чем тут помочь кроме макета внизу дедушка ничего не оставил с того времени как работал над кристаллом не против если я взгляну конечно нет вот возьмите он позволит рассмотреть макет вблизи а то то я не мог в прошлый раз включить этот макет оказывается не хватало приводной ручки сейчас мы будем заводить как старый автомобиль не знаю только чем это поможет но давайте пробовать вариантов у нас нет все равно чик-чик-чик где ручечка вот она еще надо еще крутить все небось да мышкой как обычная же такс а где курсор вот он курсор перешел случайно на второй монитор у меня он отлично слушайте ничего себе какой подробный макет это что еще такое какая-то загадочка очевидна очередная нам нужно будет видимо выставить какую-то нужную цифру здесь сейчас дайте я посмотрю что еще за активные точки есть вот описал давайте начнем с этого кристалл баронурский паром спущенный на воду 2 марта 1976 года в присутствии мэра вальсенбора петра булякина этот 60-метровый шедевр технической мысли займет займет на постоянной основе более 80 автоматических роботов роботов этот шедевр займет на постоянной основе более 80 автоматических роботов заменит может быть или не знаю странный перевод какой-то во время спуска на воду этого шедевра его создатель Семен Штайнер заявил подводя итог я бы хотел заметить что для преодоления неизбежных при выполнении такой сложной задачи трудностей всегда полезно обладать теми навыками которые есть у нас а на всякий случай нужно суметь все предусмотреть эти мудрые хотя и простые слова и через 30 лет останутся справедливы благородный город Вальсимбор так 2 марта 1976 года я это запомню 2.03.76 такие даты в играх всегда нужно запоминать на всякий случай не работает никогда не знаешь где это тебе пригодится отлично что такое жесткий скептический комментарий такие-то я не пойму 2.03.76 но что-то это как-то не пойму я это ничего общего с этими цифрами не имеет и в меню случайно вышел так друзья не все так просто оказалось хочу я потыкаться еще в полке может быть найду что-нибудь полезное например вот такую механическую штуку непонятно что это такое елки-палки это ага сюда что-то вставляется не знаю пока только что неужели настоящую загадку наконец-то подвезли так и сюда что-то тоже вставляется и ручка крутится заготовка для ключа такс возможно идея в том что нам корабль нужно еще с помощью какого-то ключа а нет подождите как-то с помощью еще какого-то ключа завести нам нужен ключ для завода корабля этого реального изготовить и эта вот машина судя по всему как раз для этого но я пока не могу понять что делать с макетом сейчас давайте еще потыкаемся в активной точке значит штайнер успел доделать протез отлично эти инструменты понравились бы и гансу причем тут ганс и инструменты ганс сам в некотором смысле в некотором роде инструмент так друзья да что-то похоже пора завязывать мне записывать видео по ночам когда я уже ничего не соображаю что мне нужно делать но мне кажется что нужно сначала с макетом разобраться это было бы логично что у нас тут есть давайте давайте смотреть сейчас погодите если я кручу вот так к примеру а погодите я кручу но колесо почему-то возвращается все время в прежнее состояние 20376 но тут какие-то круглые цифры я просто не понимаю тут видим как на сейфе нужно одну цифру указать потом какую-нибудь не знаю там да елки палки другую так что я сделал 7030 я что якорь опустил не погодите а зачем мне опускать якорь ну а допустим не знаю там вот так так якорь убирается а если еще так не уберется не четко как духота опять началась ничего не происходит да друзья чё-то я совсем плохо во всей этой истории пим-пим-пим может какие документы есть которые нам подскажут что делать там на клавишу j так антология you call off вот газетная вырезка её я не помню по-моему не просматривал озёрная правда да это как раз новости про катастрофу должны быть я по-моему подобрал здесь же в мастерскую Штайнера инцидент на Баранурской атомной электростанции власти преуменьшают последствия бурей в стакане воды назвал мэр Баранура Анатолий Анатолий Миколаев вчерашний инцидент на местной АЭС взбудоражившая общественность я лично разговаривал с Виктором Жестиславовичем о примечении редакции директором электростанции сразу после того как граждане обратились ко мне с жалобами на шум сказал он и я могу вас заверить что получил удовлетворительные ответы на все мои вопросы другими словами всё в порядке и действительно по-видимому причиной тревоги стало малозначительное техническое происшествие испытание мощности реактора номер 3 проведённое в час 23 вызвало плановый радиолиз охлаждающей воды который в свою очередь вызвал слабые и несущественные взрывы которые оказались достаточно громкими чтобы встревожить окрестных жителей что касается слухов о подземном наводнении и пожаре на объекте мэр мэр миколаев дал одновременно твёрдый и обнадёживающий ответ распространение подобных слухов это просто вредительство сказал он многозначительно учитывая важность ядерной энергетики для экономики и промышленности нашего прекрасного региона неужели вы думаете что будет ситуация действительно так серьёзно как они и говорят мы бы не восприняли её всерьёз член городского совета добавил при текущем уровне развития оборудования несчастных случаев я имею ввиду критически статистически почти невозможен это заявление подтвердил директор Ростиславович он также подтвердил что поддерживал контакт с министерством энергетики которое не увидело никаких оснований для беспокойства прекрасная заметка так но помочь она нам вряд ли чем-то может это шифр от капитана который тоже нам не поможет в инвентаре у нас брошюрка пропуск заготовка для ключа так а что если я попробую заготовку для ключа вот в эту машину сунуть что-нибудь получится невозможно нет не получится а если ее сюда сунуть так вот так получится вопрос вопрос только в том нужно ли нам еще что-то давайте покрутим а не погоди давайте-ка а дверцы тут не надо закрывать да не друзья 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 это все не то да что-то я конечно совсем плохо повторюсь еще раз хотя возможно не стоит акцентировать на этом внимание общественности но я право слово не очень понимаю чем мне нужно делать с этим колесом особенно просто я понимаю что выставляя какие-то определенные цифры мы добиваемся того что например якорь опускается поднимается возможно можно добиться чтобы типа вся эта модель завелась например или еще что-то но 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 что это нам даст и как понять эти коды где их взять то собственно дайте-ка наверх поднимусь там точно в самой мастерской ничего нет птичку мы уже осматривали она как бы такая просто прикольная птичка внучка нам вряд ли что-то подскажет подождите ключ зажигания в макете единственный дубликат он нам и нужен но 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 как его оттуда извлечь вот в чем вопрос наверное этот стук со временем надоедает нет друзья здесь ничего интересного и ничего того что могло бы мне помочь и зная предыдущие загадки мне вряд ли нужно что-то искать у меня на самом деле вот все дано все вводные есть нужно только сделать потому что вот в этой машине мы вправо вставили заготовку для ключа а влево мы видимо должны вставить тот ключ который мы извлечем из из макета чтобы его извлечь из макета нужно какую-то правильную комбинацию из цифр нажать что это за комбинация я друзья я вот хоть убей не пойму я вот сейчас могу все перебирать но согласитесь что абсолютно непонятно где искать подсказку учитывая что мы не находили никаких там книжек с какими шифрами еще с чем то ничего как бы в нормальном квесте всегда есть какая-нибудь подсказочка где-нибудь не знаю я могу так до посинения все это перебирать ну что как-то не могу я побороть цифры друзья сейчас опять большую часть времени промучаюсь с этой ерундой дайте еще раз описание гляну я не знаю я запомнил какую дату 2.03.76 но у нас там только круглые цифры на этом колесе пресловутом что у нас есть еще за цифры здесь 60 есть 60 метровый шедевр 80 автоматических рабочих еще какие-нибудь цифры есть а ну вот ну вот есть еще про 30 лет возможно что это нам поможет возможно это спасет отца русской демократии давайте вводим 60 сейчас 60 как же это неудобно то ел упал это поди попади еще в 60 доел вот 60 80 почему не целые цифры то неудобно же 80 и 30 пожалуйста нам заверните нет я похоже не попал я попал в 20 или что это еще раз повторяем заново все эти мучения вот 60 надо как бы чуть больше рисочки делать нужный ща 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 ну наверное 80 и давайте не облажаемся и попадем в 30 о фух да это сработало якорь опустился наверное это что-то должно значить оп подсветочка оказывается включается с помощью перетягивания мышки просто кликать на тумблер не поможет пом-пум-пум отлично окей подождите а а что же мне делать то еще с этим совсем безобразием что мне делать с этой бедой непонятно как-то 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 помните я в самом начале как-то попал на вид с другого борта у меня есть подозрение что мне нужно сделать что-то там я не понимаю как мне отсюда теперь туда попасть я как-то один раз из него вылетел теперь не могу к нему вернуться бред какой-то нет все с этой же стороны нам его показывают а во вот мышка нужно было проверить смотрите вот тут две активные точки какие-то есть а нет погодите стоп 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 странные какие-то активные точки которые возвращают все вот на этот план отлично может надо что-нибудь прокрутить Кейт я же ввел уже эти пресловутые цифры эти отлично 60 80 30 что тебе еще то надо что за духотан дать еще раз их введем мне не слабо как бы 60 оп 80 и 30 опять ну и чё ну и крутится этот якорь туда-сюда чё мне отлично чё за ёлки палки то чё за хрень почему не открывается ключ дайте ключ ироды верните верните мне ключ гады я уже начинаю сходить с ума друзья так ну и чё это я на десятку сейчас навел я уже набрал 60 80 30 чё вы от меня ещё хотите ироды классический квест подвезли а давайте крутанём до конца колесо я не знаю уже ничего не происходит вообще непонятно вообще непонятно ничего делать то ли этот якорь нужно опустить до самого конца то ли поднять я сейчас чувствую я сейчас просто буду уже вырезать все лишние попытки моих мучений потому что это уже ну правда ну ну ни в какие ворота нет ну ни в какие ворота это не везет ну серьезно чё прикалываетесь надо мной что ли разработчики разработчики алё ещё раз 60 80 30 не попал лимон к 2 windows 2 paint 2 2 3 4 1 1 2 1 $ 1 2 2 1 2 sido 2 Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот активная точка какая-то появилась на всей этой ерунде Значит, друзья, я не знаю, готова это или нет Или мне ещё что-то нужно сделать Но пока та комбинация, которую я выявил опытным путём И промотал вам в ускоренном режиме Нужно вводить сначала 30, потом 80, потом 60 Якорь опустится достаточно низко Но ещё этого будет не хватать И после этого я ввожу крайнюю цифру 90 Я лишь не знаю, по какому принципу это работает Но факт остаётся фактом Я ввёл 90, и он вон опустился ещё больше Отлично! Но нет, ещё не работает Мне кажется, тут что-то должно автоматически сработать Какой-то механизм или... Или может быть мне его... А, мне его надо мышкой теперь доопустить Вот как Ох... Ну и намучился же я с этим, а? Тут, конечно, всего лишь три цифры Но самое нелогичное, знаете, в чём? Что вам вот дают вот эти три цифры 38, 60 Ладно, что вам нужно самим определить там Последовательность, в которую их вводить Чтобы якорь опустился Это ещё полбеды Самое главное, что я не мог понять Почему в конце нужно вводить 90 Потому что я просто перебрал Все возможные комбинации У меня каждый раз якорь уползал наверх И это мне ничего не давало Елки-палки Это вот прям классика квестов, друзья Всё-таки мне кажется, что в современном геймплее Вот от такого идиотизма надо чуть-чуть отходить Что всё-таки должны быть какие-то вменяемые подсказки Не очевидные на 100% Но вот без такой вот адской ерунды Хотя, возможно, я не прав Возможно, это единственная годная загадка за всю игру Будем посмотреть Так, тут ещё повернуть что-то нужно Ёлки-палки Ну, мы сейчас копию сделаем Я уже заготовочку-то на нужное место положил Сейчас нам останется В левый вот этот барабан вставить ключ И всё наконец-таки заработает, друзья Я надеюсь, что вы живы Потому что я уже не очень, честно говоря Надеюсь поскорее Сейчас сделать копию ключа И уже отплыть отсюда Оп Зажали Всё это дело И захлопнули Нет, не захлопнули Потому что мышка Во Получилось Я думаю, это тоже надо захлопнуть, не? Надо Конечно А погодите, а залочить тут ничего не нужно? Или типа Или типа так и надо Ладно, так и надо Окей Так А вот Рычаг ещё нужно выставить Какую-то цифру 150 200 250 Не знаю Давайте 200 оставим Потому что настал он Или сколько там 150 до этого стояло Тумблер не работал Ну-ка Ох, неужели, друзья Открытое достижение Пора собираться с мыслями Да у меня уже Мысли никаких не осталось в голове После этих замечательных загадок Просто мой Мозг съеден и Опустошён Мастер-слесарь Открытое достижение Ужас какой, а? Знали бы вот Современные ключники Которые делают Дубликаты ключей Около метро Что вот Дубликат ключей Нужно Делать таким вот Издевательским способом Они бы ни за что Не взялись за этот бизнес А сейчас это Взял На станке Быстренько заточил Или Если это кодовый замок То перепрограммировал Всё быстренько Прошивочку Залил Новую И вперёд Никаких мучений Ох Какой же ад Друзья Ну Хотя бы Это Какой-то челлендж От игры Вот такие Адские головоломочки Собственно От любого квеста Должен быть такой челлендж Так что Нормуль Похожа на правду Похожа на настоящий квест В таких вот местах Но всё-таки Хотелось бы Не упрощение задачек А просто Больше их логичности Вот в чём Дело Потому что в большинстве случаев Ты просто тупишь И Не понимаешь Что от тебя Собственно Хотят Ну где же ты Корабль мой Белый теплоход Который от берега Отчалит Как в песенке Попсовой Из 90-х Ещё надо до мостика Доковылять И преодолеть Все переходы Преодолеть Все лестницы Друзья Преодолеть Все двери Все Все вот эти Перила Преодолеть Да А это не так просто Как вам кажется Не меньше Испытания Чем Создание Дубликата Ну что Надеюсь Сейчас-то мы Отчалим В радиоактивные Снега Смотрите Нас не заставили Искать его В инвентаре В этот раз Открыто достижение Пробуждение Механизма То я Играл Играл Не одного достижения А тут они прям Посыпались Одно за другим Смотрите Работает Это хреновина Научилась В времена Первой и второй Сибири Чего вы тут Торчите Бестолку Мы можем Отплывать Осталась Одна проблема Портовые Замки Закрыты И на озеро Не выйти Таков был Тогда приказ Мэра Надо найти Способ их Открыть Что вы Предлагаете Лучше Всего Будет Попросить У мэра Буляки На разрешение Их Открыть Но Учтите Он скользкий Как уголь Так что Не давайте Ему Спуска Или Раздобудьте Где нибудь Взрывчатки И устройте Бабах Попробую Уговорить Мэра Спасибо Капитан Убедить Мэра Открыть Замки Это конечно Прекрасная Идея Но Мне кажется Что все Закончится Бабахом Но Потому что Любой Взрыв Делает Все лучше Дайте мне Выйти Отсюда Друзья Я склонен К тому Чтобы Искать Мэра И взрывчатку В следующий раз Потому что Я надеялся Что уж После Такого Количества Мучений С загадками Мы сможем Отплыть Но Теперь еще Мэр Право Слово Это уже Перебор Ну Друзья Челлендж 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 Но Надо знать Меру Хоть какую То Ну Правда Так что Я понимаю Все отрицательные Отзывы В стиме Их Кстати Достаточно Много Я удивился Что Некоторые Уже Успели Пробежать Всю игру Правда Если Не делать На видео Наверное Это будет Быстрее И если У вас Больше Свободного Времени Чем У меня Где Тут Мэри Наверное Вправо Давайте Вправо Пойдем Я вот Вправо Тут Не ходил Еще Ни разу Логично Предположить Что она Вот Где-то Там Вот Тем более Что Здесь Видите Такая Пафстная Брусчатка Все Такое Вымощенное Красивое А Кейт В столбе Застрял Я смотрю В другое Место Думаю Что это Она Не идет Где Кейт Вот Она Как обычно Залипла В стенку Видите Тут Фонтан Еще Он Эпичный А почему Фонтан Зимой Работает Это Как Понимать Такое Бывает Разве Друзья Подскажите Где Мэри Нужны Сигары Или Выпивка Дешевле Чем У Козевников Нет Не Нужны Мне Нужен Мэр Этой Дыры Где Мне Его Найти Где Мэри У вас Здание Все Однотипные Где Самое Пафосное Здание В Горде А Во 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 Смотрите Слушайте Я тут Не был Ничего себе Тут Локация Здоровая Оказывается Кейт Вернись Обратно А я Все Прощу Да Не Не Туда Кейт Давай Иди Ты Не Сюда Вот Сюда На Меня Иди Друзья Пожалуйста Сохраняйте Спокойствие Успокоимся Когда Получим Что Хотим О Тут Одиночные Пикеты Смотрите Хотя Они Уже Не Одиночные Потому Что Здесь Больше Одного Человека Рядом Их Можно Уже Всех Винтить И Сажать В каталаж Послушайте Дорогие Друзья Я Буду Рад Совместно С вами Найти Решение Ваших Совершенно Резонных Требований Не знаю Как уж мы Мэра Убеждать Будем Я Уж Боюсь Сейчас Выбрать Неправильные Варианты Простите Господин Мэр Мне Неловко Вас Отвлекать Тем более Без Предварительной Договоренности И я Благодарю За Уделенное Мне Внимание Я Знаю Как Драгоценно Ваше Время Вы Полностью Прощены Сударня Чем Могу Быть Полезен Как Вы Считаете Можно Ли Открыть Портовые Замки Прошу Прощения Вы Сказали Замки Это Еще Зачем Покинуть Город Вместе Сударня Покинуть Город Вместе С Юколами Это Личное Я Честно Скажу Не знаю Какой Вариант Здесь Лучше Выбрать Чтобы Он Согласился Правда Зная Разветвление Во все Прошлое Скорее Всего Это Приведет К одному И тому же Результату Но Смотрите Жители Требуют Чтобы Юколы Отсюда Свалили Давайте Попробуем Выбрать Третий Вариант Может Он Все Так Согласится Чтобы Юколы Убрались И Жители Успокоились Я Сопровождаю Племя Юколов В их Странстве Господин Мэр Я попросила Капитана Обо Перевести Нас На Кристалле Через Озеро В Находск Капитан Обо Кристал Юколы Конечно С моей Стороны Было бы Бестактно Критиковать Вас За желание Избавить Наш Славный Город От этого Времени Тем не менее Боюсь Что вынужден Отказать Вашей Просьбе Сударыня Замки Будут Закрыты До дальнейшего Распоряжения Это решение Вышестоящих Инстанций Вы понимаете Да мы Все понимаем Занятой Человек Нет я не буду Говорить чтобы он Шел наперекор Начальству Я выберу Первый вариант Простите меня Господин мэр Но вы уверены В своем решении Что Что Вы пытаетесь Удержать Юколов Против воли Своих избирателей Что последние Вряд ли поймут Ваше упорство Может оказать Негативное воздействие На результат выборов Результаты выборов Ну да Если подумать Это да Вы правы А я всегда был На стороне Моих избирателей Но приказы Есть приказы Вы же понимаете Давайте первое тоже выберем Трус Трусом обзывать его Бесполезно Мне кажется Вы же мэр И только вы можете решать Что правильно Или неправильно Для Вальсимбора Так почему бы Не подтвердить Своё право На власть Разрешив Открыть замки Конечно Я мог бы Но ситуация Сложная Поймите Я слушаю Сударыня Нет Я выберу Опять первый вариант Если вы решите Эту проблему То станете героем Для своих избирателей Благодаря этому На вашу сторону Встанет весь Вальсимбор И ваше начальство Ничего с этим Не сделает Должен признать Сударыня Ваши аргументы Меня убедили Я разрешаю Вам открыть Портовые замки И отплыть На Кристалле Только имейте Ввиду Что по техническим Причинам Открывать их Придется вручную Но я не думаю Что это препятствие Становит столь Целеустремленную И находчивую Особу Как вы То есть Поскольку наш инженер В отъезде Боюсь вам придется Самостоятельно Погрузиться в воды Гавани И открыть замки Тем не менее Это поможет вам Использовать Подводный механизм И как мне погрузиться Это Сударыня Уже Ваша Проблема Всего доброго И хорошего настроения Это вот Хорошая шуточка Переводчиков Да Про всего доброго Хорошего настроения Здоровья Только забыли Еще добавить сюда Открытое достижение Лоббист Мне интересно Был ли предусмотрен Здесь Исход диалога Такой Что нам пришлось бы Искать взрывчатку Например Но Я не знаю Что лучше Искать взрывчатку Или искать Какие-то Дурацкие Подводные Механизмы А ну Право Слово Друзья Нет Это правда Перебор Сколько Сколько Можно Адских Головоломок Ради того Чтобы отплыть Из пресловутого Города Знаете Тут Такое количество Головоломок Что у меня Такое ощущение Что Отплытие Юколов Из Вальсимбора Это уже Должен быть Финал игры Просто И все То есть Они Отплывают И на этом Игра Заканчивается Все спасены Все счастливые Финальные титры Какая жесть Друзья Нет Я конечно Надеялся Сегодня Отплыть Отсюда Но Похоже Что Не судьба Друзья В следующем Видео Потому что Я так Уже Очень долго Сегодня Играю Я надеюсь Что вам Нравится Мое прохождение И вы Поставите Лайк Под видео Оставите Какой-нибудь Комментарий Остроумный Обалденный Подпишитесь На мои Группы Вконтакте И фейсбуке Ссылочки Есть в описании Под видео И Я Сердечно Благодарю вас За внимание За просмотр До свидания Субтитры